Следующая тема, которую мы рассмотрим, называется электроемкость. Емкость характеризует способность металлических проводников накапливать заряд и накапливать вместе с этим зарядом какую-то энергию. По определению, емкость С находится как отношение заряда к напряжению. Напряжение можно определить как минус дельта Фи, или же Фи2 минус Фи1. Понятие емкости можно ввести для двух кусочков металла, между которыми у нас разность потенциалов дельта Фи, ну или напряжение У. Но можно ввести и понятие емкости для уединенного куска металла, ну например, для шара, полагая, что здесь у нас потенциал Фи, а на бесконечности Фи равно нулю, соответственно напряжение здесь будет равно просто Фи. Давайте рассмотрим емкость шара. С шара, это К делить на Фи, а Фи, это К, К делить на радиус, тогда С шара, это Р делить на К. Р делить на К. В системе сантиметров грамм в секунду, в системе СГС, К равно единице. В гауссовой системе. Но если К равно единице, то емкость просто равна Р, и единица измерения емкости это сантиметры. Удивительная вещь. Удивительная вещь. 4П, Эпсилон нулевое, Р, Р, и емкость в системе С, измеряется в фарадах. В фарадах. Фарад, это основная единица в системе С. Если же у нас имеется не вакуум, а какая-то диэлектрическая среда с диэлектрической проницаемостью Эпсилон, если у нас имеется диэлектрическая проницаемость Эпсилон, тогда Фи равен К, К, делить на Эпсилон, Р, и емкость, ну и сейчас я буду писать в системе С, и тогда емкость равна 4П, Эпсилон нулевое, Эпсилон, Р, Эпсилон, Р. То есть емкость будет прямо пропорциональна диэлектрической проницаемости среды, которая заполняет объем. Это вот емкость шара. Если же у нас имеется не шар, а, например, два шара или же две какие-то металлические пластины, то мы можем ввести взаимную емкость этих двух пластин или двух шаров. Это отношение емкости к напряжению, отношение заряда к напряжению между этими двумя пластинами. Итак, пускай у нас имеются две бесконечные пластины. Пускай эти пластины заряжены. Одна с поверхностной плотностью заряда сигма, а другая с поверхностной плотностью заряда минус сигма. Бесконечные пластины. Такие пластины создают напряженность поля. Напряженность поля от одной пластины – это сигма делить на 2 епсилон нулевой епсилон. Делить на 2 епсилон нулевой епсилон. Это мы получали из теоремы Гаусса. А с другой стороны поле Е, которое здесь, будет равно 2 поля Е1. Это поле одной пластины и поле второй пластины. От первой пластины поле направлено от нее, а ко второй – ко второй. То есть поле будет складываться. И тогда будет напряженность поля равна сигма деленная на епсилон нулевое епсилон. Напряжение У равно… Я запишу в виде интеграла. Интеграл от ЕДЛ. Интеграл будет браться от нуля до расстояния L между пластинами. Поле Е – величина постоянная, поэтому ее можно вынести за знак интеграла. И можно написать, что это просто Е умножить на L. Да, если уж аккуратно написать, то здесь скалярное произведение. И напряжение тогда будет равно сигма L делить на епсилон нулевое епсилон. Или же напряжение равно Q делить на S епсилон нулевое епсилон и умножить на L. Тогда емкость С равная Q делить на U равна епсилон нулевое епсилон S делить на L. Где L – расстояние между пластинами, а S – это площадь пластин. Это емкость плоского конденсатора. Емкость плоского конденсатора. Ну или взаимная емкость двух пластинок, находящихся на каком-то расстоянии друг от друга. Продолжение следует...